В России мода на импортозамещение может коснуться и циркачей. Общественный совет при Министерстве культуры предложил ограничить работу иностранных цирков. Рекомендуется вести дополнительный сбор на их представления. Придет ли к нам заграничный цирк и сколько будут стоить билеты на тот же Дюсулей, разбиралась Дарья Козлова. Это не санкции и не ответные меры, скорее протекционизм. Что сделать, чтобы сохранить в условиях рынка уникальную русскую цирковую школу? В общественном совете при Минкульте обсуждают и, возможно, возьмут на вооружение опыт отечественного кинематографа. У российских фильмов 20% времени всех киносеансов в нашей стране. Стоит ли вводить такие же квоты для цирковых представлений? В нашей цирке создают сложные, дорогие программы. Вот посмотрите, цирки запашных, там прыжок сверху на льве, но только они делают. 17, которые поднимаются под купол без страховки, только у нас. И слава богу, что есть в нашей стране такие люди, которые в Африкитовской рынке сохраняют эту школу. И, соответственно, в рамках разработки и концепции, я считаю, должен быть поднят серьезный вопрос об анализе, оценке и, возможно, разработке социалистических мер по поддержке нашей национальной школы. Конкретные инициативы пока в стадии обсуждения и разработки, но возможны следующие меры. Ограничение количества представлений иностранных цирков в течение года. Или же ограничение участия иностранных артистов. Также могут ввести специальный сбор с тех цирков, которые работают в России под иностранным брендом. И ввести требования к цирковой программе. Какие это будут требования, также пока неизвестно. В одинаковых условиях на территории Российской Федерации мы не должны работать. Почти везде на территории Российской Федерации цирк Дюссалей воспринимается как манна небесная. И люди на местах, я имею ввиду региональные чиновники, создают льготные условия для работы этого цирка. То есть льготные условия на аренду земли, на аренду помещений. И, конечно, мы, государственные цирковые компании, о таком, к сожалению, даже никогда не мечтали. Обращают внимание и на то, что зачастую спонсорами цирк Дюссалей выступает крупная компания с госучастием. При том, что цирк Дюссалей миллиардер, а билеты на его шоу одни из самых дорогих в мире. В Сочи этим летом самые дешевые места на представление «Тотем» обойдутся в 2000 рублей. Билет в «Портере» категории «Премиум» будет стоить уже 12 тысяч. В Большой Московский цирк на воскресное представление можно сходить за 600 рублей. Самые дорогие билеты – 5000. Бюджеты цирков и цены на билеты, конечно, несопоставимы. Но в то же время те, кто работает с иностранными артистами в России, уверены, создавать тепличные условия в нашей стране нельзя. И дело даже не в конкуренции и борьбе за зрителя, а во взаимовлиянии и развитии мирового циркового искусства. Мне кажется, что за 8 лет деятельности цирка Дюссалей в России наше традиционное цирковое искусство очень сильно эволюционировало. И представляет собой действительно теперь достаточно широкую смесь разных жанров и представляет возможность выбора для зрителей. Это некий новый факт развития в принципе традиционного циркового уступа. И предположу, что это сделал не без влияния цирка Дюссалей. Но цирк Дюссалей – это лишь один игрок в мире шоу-программ. Гораздо больше проблем для качественного русского цирка создают появившиеся в огромном количестве цирки Шапито с Украины, стран Средней Азии и Восточной Европы, которые предоставляют далеко не самые качественные услуги, отнимают зрители и фактически портят репутацию цирка в России. И в Общественном совете при Минкульте, и в Большом Московском цирке уверены, регламентировать цирковую деятельность необходимо. Но как именно, пока сказать сложно. На разработку пакета мер уйдет не один месяц. Дарья Козлова, Елена Позанкова, Вести.